Приморский сафари-парк Сафари-парк является ландшафтным. Здесь можно увидеть животных на лесной территории с красивым рельефом. Общая площадь парка составляет 16 гектаров. Сафари-парк участвует в программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по размножению амурских тигров. Здесь живет три взрослых особи. Амур, его сестра Тайга и тигрица Уссури. У Амура Сусури трое малышей. Сначала родился Шерхан, а в 2021 году Амба и Влада. Вопреки распространенному убеждению, тигры не настолько опасны для человека. Первыми они не нападают. Агрессию тигр проявляет только в ответ. Например, в отношении охотника, который его ранил. А еще тигры способны создавать самые необычные дружеские связи. На весь мир прогремела история дружбы Амура и козла по кличке Тимур. Посетители наблюдают за грациозными кошками с безопасных помостов. В парке установлены настилы высотой до 4 метров, чтобы животные не могли их перепрыгнуть. Африканским львам, а это 4 самца, выделен большой красивый участок долинного леса. Грива — яркая и отличительная черта львов. У других современных кошачьих она не растет. Львы относятся к уязвимым видам животных. А у амурских тигров статус еще хуже — это вымирающий вид. Если эти виды кошек скрещиваются, на свет появляются гибридные звери, получившие имя лигр. А если лигрица создает пару со львом, их потомство уже носит название лилигры. В природе такие особи не встречаются. Но под присмотром человека и, в частности, в Приморском сафари-парке, можно увидеть и этих уникальных представителей кошачьих. Субтитры создавал DimaTorzok Вольеры разделены между собой, что помогает животным чувствовать себя максимально близко к дикой природе. В сафари-парке живут два леопарда — самец-великорос и самка Рона. Их держат по отдельности. Размножение редчайших кожи должно проходить только в рамках природозащитной программы, участником которой является парк. И пока их время производить потомство еще не пришло, леопарды наслаждаются огромной территорией, отданной в их полное распоряжение. Субтитры создавал DimaTorzok Канадская пума — хищник-одиночка. Даже в дикой природе она живет одна, за исключением периода заботы о котятах. Охотится пума по ночам, но, как и все кошки, она любопытна. Посторонний предмет на ее территории — видеокамера — сразу привлекла ее внимание. По сравнению с 300-килограммовыми тиграми или 80-килограммовыми пумами, рыси можно назвать малютками. Их вес не превышает 30 килограммов. В парке живет пять взрослых особей, и они с удовольствием играют друг с другом. Надеемся, что и вы получили удовольствие, любуясь такими разными представителями кошачьих. Субтитры создавал DimaTorzok